Иногда нам не хватает рук, поэтому с защитой от Тинькофф звонок от мошенников или спамеров прервется сам. Подключите мобильную связь от Тинькофф и будьте в безопасности. Осмотр дома закончен. Действительно, история нестандартная. Только что мы все это увидели сами своими глазами. Увидел это все Александр, которого мы сюда привлекли. И, конечно, трудностей здесь хватает, но тем не менее. Реально? Да, конечно, реально. Наша компания с этим справится. И мы, конечно, возьмемся за эту работу. Ну, здорово, тогда что? Тогда все, сдержим. Другой день, другое время и другой человек рядом со мной. Это Юрий, знакомьтесь. Юрий прораб конкретно этого объекта. Здесь руководить будет всем процессом уже на месте вместе с командой своих ребят. Начинаем сразу прям работать. Поехали? Поехали. Это ребята начали делать такую лесенку перед входом в дом, потому что это не финишная лестница. Это просто чтобы не прыгать, не скакать, потому что здесь прям большой перепад, чтобы было удобно уже работать. Работать уже нужно начинать. Поснимали, называется. Это история про чудесную семью. Там пять детей, и они живут в дальней глухой деревне, вдали от цивилизации. Они живут в трудах, живут с сельским хозяйством, не ссорятся, живут другом. Дружно, и казалось бы, у них все хорошо. Но есть один момент. Они живут в старом деревенском доме, очень маленьком. И все дети спят в одной малюсенькой комнате, где очень неудобно и некомфортно. Они просто ютятся там, это как клетка. Они хотели бы переехать в другой дом, в большой. И 10 лет назад они стали строить дом для своей семьи. И казалось бы, тоже. Все отлично. Но в тот момент происходит трагедия. У отца рак горла. Он выжил, но потерял голос. И с тех самых пор эта ситуация очень сильно надломила их жизнь. И они до сих пор пытаются достроить этот дом. Денег, конечно, на это не хватает. Это серьезные капитальные вложения. Пока что у них стоит лишь сруб и крыша. В прошлый раз мы появились совершенно внезапно в их жизни. Под видом корреспондентов познакомились с ними. И наша задача кардинально и круто изменить их жизнь. На самом деле, но я думаю, что буквально еще недавно, еще буквально несколько дней назад, семья даже знать не знала, что вот эти вот окна, которые они доставляли, понятно дело, с трудом, чтобы мы будем их доставать, демонтировать. Почему мы это делаем? Объективно, они признались нам, говорят, у нас не было возможности поставить здесь окна потеплее, поэтому поставили такие. Поэтому окна, которые сейчас здесь, мы планируем заменить полностью все здесь на пластиковые. Они теплее и они будут выполнять свою функцию значительно лучше. А окон здесь немало, кстати говоря. Все. Все, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Казалось бы, это в принципе нормально, потому что машина не такая тяжелая Но и то немножко заносит, потому что здесь глина А сзади машина груженая, вот ей реально непросто И он прямо сказал, ни в коем случае не останавливайтесь, прямо едьте И мы едем Мы подъезжаем, здесь довольно непростой и опасный участок Здесь мост с грузоподъемностью 2,5 тонны Там нас ждут уже ребята в красных дождевиках, как видите Давай проедем через мост Главное, что он за нами не поехал А он снизу все нормально, он пошел снизу У меня аж сердце екнуло Какое-то он так близко рядом прошел Я реально не помню, чтобы мы делали когда-то такой масштаб Чтобы вы понимали, вот машина с материалами Здесь их реально много и мелочи большие Приедет еще машина и в общей сложности сюда доставки Сегодня, вот машина вторая приедет вечером Приедет на сумму под миллион рублей, чтобы вы понимали У меня просто, ну, я в шоке, честно говоря Мы не думали, что это будет так затратно Стройка затратная Сейчас еще цены подросли, x2 В общем, все дорого Но, тем не менее, это не повод, чтобы мы остановились История хорошая и нужно доделать Вся команда Мы трактор ждали, а идете вы? Сейчас сколько там заводят Привет Здорово 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 Слушай, ну масштаб смотри какой Как тебе? Нормально Это еще не единственная машина, которая сюда приедет Еще вечером должна приехать Как вам приспособление, Димина? Смотрите, может снимать, руки свободны Зонтик прилеплен к рюкзаку А тебе там нормально? В принципе так Сухо? Сухо Класс Ведет На самом деле Вот пример семьи Которая Ну, трудится Которая Пытается что-то сделать У них есть и трактор, у них есть мотоблок У них нет проблем там, что покушать У них есть проблема Действительно с глобальной вещью Это дом В этом мы и хотим принять участие Как масштаб, объем? Много Впечатляет? Да Честно говоря, у меня тоже Я думал значение, что будет значительно меньше Даже визуально А просто забитая машина Это не все Это не все Это только начало Но здесь так все серьезно и основательно То есть мы прям делаем хорошие все перегородки Хорошее утепление будем делать То есть, ну, прям Работа будет идти на славу Это важно Здесь, конечно, самое объемное Это утеплитель Он занимает просто очень много места Но утеплитель это не все, что мы привезли А еще у нас есть секретная коробка Внутри лежит кое-что особенное Мы это все везли Но вес вот там вот всего, что внутри В районе сотки, да? 100 килограмм? Больше 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 100 килограмм То, что находится внутри Там такие покупки лежат Которые вы, возможно, в этом ролике дальше увидите Узнаете, что внутри И когда я это покупал На днях я воспользовался картой Тинькофф Блэк для оплаты Тинькофф надежный, системно значимый банк страны Который работает на рынке финансовых услуг Уже более 16 лет И 30 миллионов человек уже пользуются услугами Тинькофф Я в их числе, если что Вы тоже можете открыть для себя возможности И преимущества банка с дебетовой картой Тинькофф Блэк Чтобы ее получить, не нужно обращаться в отделение банка Карту вам привезут бесплатно, куда удобно Еще подарят фирменный кардхолдер С картой вы сможете получать отличный кэшбэк до 30% рублями При тратах у партнеров банка Список которых находится в приложении Без комиссии оплачивать услуги ЖКХ Связь, учебу детей и другие услуги прямо в приложении Получать выплаты от государства Бесплатно снимать наличные в банкоматах Тинькофф Или даже в банкоматах других банков Переводить деньги без комиссии через СБП и многое другое Любопытно, все заходят в дом, потому что на улице дождь Дождь прям стеной пошел Все заходят в дом по очереди, ребят все больше и больше Они такие, а что это такое? А что это такое стоит? Да, любопытство есть? Да Но подглядывать нельзя пока что, договорились? Хорошо Если возникнут вопросы, то можно обратиться в круглосуточную службу поддержки Прямо в приложении или по телефону Переходите по ссылке в описании, чтобы оформить Тинькофф Блэк и начать пользоваться ее преимуществами прямо сейчас По поводу коробки, которая вас всех заинтересовала Давайте сразу, пойдемте подойдем поближе к ней Как вы поняли, эта коробка здесь нарисовалась и образовалась не просто так Мы ее привезли в нашей машине Сейчас быстренько ее собрали как конструктор Там внутри действительно очень классные, ценные штуки Не одна вещь, там прям много Но, давайте так, чтобы было интересно и честно Есть возможность вам, всем, вашей семье, вот вам получить и забрать то, что внутри Я предлагаю вам, ну, так скажем, пройти некое испытание Хотели бы? Да Интересно? Готовы? Значит, история такая Мы вызываем вас на поединок Бокс? Не бокс, футбол Ты с нами в команде будешь, на воротах Что, до пяти? До пяти До пяти, предлагаю вам, до пяти мячей Вот кто первый забивает пять голов, та команда выигрывает Если выигрываете вы, то реально получаете то, что там внутри Если выигрываем мы, то вы не получаете, что внутри Но только давайте договоримся Но реально нужно будет идти на все Это испытание, самый сложный момент, то, что это испытание будет происходить на улице Под дождем побегать не проблема, готов реально Да Ты тоже готов? Да И вы готовы? Прям точно готовы, да? Да, конечно Ну все Ну все Ну что ж Это серьезная битва Мы вызвали вас на бой И сейчас определится сильнейшая команда Ребята здесь гоняют мяч целыми днями Мы с Димой давным-давно вообще Не только в детстве, да, в юности Ну вот эти все такие вот давние года В футбол не играли Сейчас проверим свои силы Свою дыхалочку И приз у нас, помните Возможность открыть коробку и получить то, что внутри Орел или Решка? Решка Ну хорошо, у нас есть особая монета Внимательные зрители могут догадаться Откуда у нас такая старинная монета В каком выпуске у нас появилась Итак Ну вот так вот упало, хорошо Орел Значит мы выбираем Я бы вот эти ворота выбрал Пускай тогда ребят мяч будет? Ну пускай мяч Пускай начнут Давай Форум дадим, так скажем Только что еще лестницы здесь не было Я просто зашел в дом Чуть-чуть здесь походил Буквально пару минут Выхожу, уже лестница Все практически готова Пара брусков только осталась Уверенно по ней спускаюсь И сообщаю вам важнейшую информацию Такого мы еще не делали Вы же видите Мы стараемся придумывать Какие-то все время новые сюжеты Что-то интересное Это творчество так или иначе И мы придумали то Чего раньше в нашем канале не было Для нас совершенно новая Но крайне интересная история Мы придумали шоу Которое хотим реализовать Значит что важно Первое Если ты парень От 18 до 32 лет Это важно Мужской пол в этом шоу важен И если важно дальше критерии У тебя нехватка денег Реально нет перспектив в жизни Руки опускаются Ничего не получается Ну вот реально прям бедно живешь И реально прям в жизни Проблемы и трудности Может быть ты живешь Где-то в деревне В селе И у тебя вот этих перспектив К жизни нет То есть шанс Реально есть шанс Можно принять участие Во всей истории Которую мы затеяли И приз там будет В сумме Эквивалентной сумме С шестью нулями То есть для нас Это реально разрыв Такого мы еще не делали Это реально что-то Прям новое Феерично крутое Мы очень долго придумывали Старались Все что нужно для начала Это сделать лишь маленький шажок Под роликом Пройти по ссылке И заполнить анкету На участие То есть таким образом Попасть на кастинг И по результатам этого кастинга Будут выбраны ребята Которые и примут участие Вот в таком вот шоу Будем рассматривать все ваши заявки Будем читать Смотреть Изучать Поэтому первый шаг Делайте По сути это реально Возможность Изменить свою жизнь И вот просто Поймать возможность Не упускайте ее Ссылка под роликом Заполняйте анкету Вы том строите уже сколько лет? Десять лет В этом году Десятый год уже А здесь Вот в этом доме Вот для там Детей Для семьи Какие самые Большие так скажем Ну трудности Минусы Чего не хватает Вот самое основное Что можете выделить? Конечно теснота Очень тесно Каково это Спать вот в одной комнате Всем пятерым Тяжело конечно Тяжело И вы вообще привыкли к этому? Ну да Уже да Сколько лет уже Серафима А ты бы хотела бы жить В своей какой-то Своей отдельной комнате? Думаю да Со своим вообще Укладом Порядком Чтобы никто не лез Не влезал Да Чтобы было комфортно Чем бы занималась там? В большинстве я бы Наверное рисовала А сейчас Как здесь вообще происходит Делание уроков? Несколько столов у нас Один стол в папиной комнате Там больше всего Ребятам нравится делать уроки И там занимается очередь Кто первый Кто второй Кто третий Потом маленький столик В большой комнате у нас Вот около телевизора Около окошка И этот стол используется И если совсем Вот всем надо делать уроки Одновременно То еще кухонный стол Заделим Темно, да? В том числе Но я как-то заметил Что вообще Только если лампочки какие-то Лампочки, да Если вдруг с вечера Что-то не успели Вечером договариваемся Утром встаем И с утра делаем уроки Как учитесь Так Я на стипендию учусь И ты сейчас учишься Это как школа Одинстый класс Или как Нет, колледж Колледж Два курса отучился Сейчас третий Ну а вы как учитесь? Тройки, четверки И что, пятерки же у тебя есть Бывают Бывают, а у тебя хорошо Пятерки Тема у нас молодец Он все уроки Выполняет всегда сам Мне сегодня Очень сильно бросился В глаза такой момент Значит Ребята разложили там На столе игру Мема Как называется? Мема Мема Ну там в общем Память Причем разложили все Начиная от самого старшего товарища И вроде вот уже собрались играть И даже я зашел туда вот в комнату Я честно Я хотел присоединиться вообще Я бы сыграл Хотя я не знаю правила игры И тут звучит голос мамы Ваш голос Так Дома нет воды Да Нужна вода Вот просто одна фраза Дома нет воды Вы так и сказали Да Кто-то из вас Просто встал и пошел Причем встал конкретно тот Кто знает Что это его как будто бы обязанность И что надо делать И что надо делать И не было такого Сейчас минутку Или сейчас подожди Как так? Вы стройте воспитание? Я? Ну вообще ваша семья Может быть Мне Серафимка рассказывала Что ей по классу завидуют Я например за двойки не ругаю детей Не понимаю Почему ругать за двойку детей Не знаю Я тоже не понимаю Потому что у меня были двойки Серафиме завидуют Что у нее братья такие В школе например защищают ее Серафимке завидуют Что они такой брат Ребята Всем здравствуйте Всем здравствуйте Я Сергей Кузнецов Сегодня адекватный диктантор Буду я Адекватный диктантор Это буду я Многие вы меня уже знаете Сегодня я буду Самый хороший диктантор Итак Мы с вами начинаем Ну на самом деле Ни чай не поставили Ни гамбургеры не положили Ни курсы закопченные Ни не положили Ни салатика Как я буду игру вести Тут сейчас мне целый час С вами общаться Беседовать Мне витамины нужны Кальция Углеводы Видимо у нас Кризис с едой Ну а мы с вами Начинаем Итак Ребят Вот матч Начался Лужники отдыхают Артемий Зяв Молодец Ребят Сейчас нас видите Так Тихо Вы видите Ребят Я не могу сконцентрироваться Очень как-то им нелегко Давайте их поддержим Все давайте Молодец Артемий Так дальше Иван Иль Вася Ну Бьют Молодцы Так Рома не подпускаем Какой-то зверь Он Так По бревнам не бьем Штрафной будет Ребят Посмотрите Так 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 Руками не играем 100 квартаря Можно Так Мяч ушел Минуточку Пока мы пошли искать Мандрожка такой Да идет Пошел мяч Мяч пошел 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 Это что-то Прогулку вышел Отнимай мяч Что радоваться Не понимает Почему Просто случайно Даже не понял Что сразу забил Случайность Произошла Вы себя видите А радуется Я не знаю Чему Ну счет Выходит у нас 1-0 Конечно Вот Но ради Ромы Я могу 1-0 Забыть Потому что Я Ром Тебя Уважаю Приключение Начинается Первая Первая партия Доставки Строиматериала Уже Прямо Точно К дому Это Знаменательный момент Важнейший момент Это значит Что все уже Мы начали Пути назад Нет Это серьезная история Реально серьезная Все вот это Организовать Все сделать Было Совершенно непросто То есть глобально Все это В кратчайшие сроки Было собрано Молодцы ребята Конечно И строй живи Прямо у них Со снабжением Ну действительно Все круто Быстро все оперативно Обсудили И вот уже Машина приехала А здесь уже на месте Ну да Тракторно доставляем Прямо до места Думаю В телеге интересно Проехать Коется Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Дождь Конечно Наш план Очень сильно портит Он то Чуть-чуть успокаивается Потом начинается Прямо жесткий ливень Но мы решили Что это Никак не должно Повлиять На то Что мы задумали В этой семье Пять детей И родители Очень переживают Конечно же За их будущее Здесь Четыре парня Они бойкие И одна девочка Такая скромная Тихая Мы решили Со своей стороны Для Серафимы Сделать особенный Подарок Который поможет Ей определиться Жизненными целями С правильным образованием У нее в будущем Появится возможность Выбрать профессию По душе Как и где Она сама захочет Вы наверняка Слышали Что детское Программирование Сейчас набирает Популярность Оно нравится детям И легко Осваивается до Высокого уровня Это знаете Как на велосипеде Легче научиться Когда тебе Там не знаю Лет 8-10 Чем когда тебе 20 и выше Поэтому Сейчас я Иду в тот дом Зову Серафима Оттуда сюда Я ее приведу Дима пожалуйста Зонтик мне выдайте Спасибо Сейчас я порадую Сюрпризом Серафима А можно с тобой Дойти до того дома Пожалуйста Смотри сколько Материалов привезли уже Очень много Просто гора Заходи Смотри Не обращай внимания На эту большую коробку Большая коробка Только позже Проходи поближе Это Это Ноутбук Ноутбук Который мы дарим тебе Сейчас в моменте Нас очень привлекло Что еще до окончания школы Ты сможешь получить Востребованную Высокоплачиваемую IT-профессию От программирования На Python До профессии Разработчика Игр и сайтов Поэтому Давай откроем ноутбук И начнем Ты можешь научиться здесь Как создавать игры Просто сама Какая машинка прикольная Ну На курсе Детей учат на настоящих проектах Обучают профессиональному Английскому Рассказывают Как общаться с заказчиком И развиваться в IT По сути Тебе дают все Чтобы уже после школы Успешно начать карьеру в IT А в финале обучения Они совместно с наставником Создают большой IT-проект И дети гарантированно Получают свой первый доход А все мы знаем Как круто Получить свою первую зарплату Еще в школе Кажется, что это действительно Отличное решение Чтобы направить Интерес ребенка к компьютеру В нужное русло Причем понять Что ребенку это подходит Очень просто Надо дать сделать ему Хотя бы один проект А по ссылке в описании Можно записаться На бесплатную консультацию Там ребенок сделает Свой мини-проект Если его это увлечет То есть шанс Что в будущем Он получит Высокооплачиваемую Востребованную работу Так что переходите По ссылке в описании И записывайтесь На бесплатную консультацию От SkySmart Мы с вами продолжаем смотреть Этот матч Мяч ушел Мяч берет Дима Дима выводит мяч Давай, бывайте Хорош спать Молодец Так, Рома упустил матч Так, Рома держит мяч Не знаю, что он держит Успачивай собрался Опять Дима Опять Дима Это что же такое Так, мяч уходит Вот Молодец Мяч Сейчас Мяч Мяч Снова у Димы Какой-то беспредел Мне это не нравится Опять у Димы Молодец Ваня или Вася Ребята рулят Отлично Ушел мяч Дыхалка Все, короче Они что-то здесь делают Ну у нас мяч Появился на поле экрана Мяч подают Роме Сильно Вот Куда ты пинаешь? Вы видите, машина появилась Это странно Ворота относятся У нас тут Вот в футболе Такого нормально не бывает У нас просто Да, машина по полю проехала Ну и все нормально Ворота подвинули Четко Нет Номер ваших Зафиксирован Зафиксирован Будет оштрафован Игра продолжается И так Вася забил Вася забил Гол Ура-ура А вот вам повтор У нас счет 1-1 Благодаря Василию У нас был забит Вот И трава сырая Хоть он полетел Старался хорошо Вася Молочага Молодец Вот мы появились вдруг Внезапно Сейчас У вас уже есть понимание Что происходит Как происходит Что началась Какая-то движуха Что-то люди Все больше и больше Понимание, конечно, есть Что происходит Дело огромное У меня с плеч Просто камень свалился Правда Потому что Это вот висело Просто вот В мозгах Это постоянно висит Но пока еще Это никак не сдвинется Вообще Почему Для меня Этот камень Уже свалился Правда Тот дом Который ваш Он не так прост Как кажется На первый взгляд Я думал А что там Построить Достроим быстро Но сложность решений Даже с ребятами Профессионалами Мы сейчас общаемся Они говорят Проще новый построить Иногда Вот Я хотела сказать Что с нашей ситуацией Наверное С этим домом Проще было Новое построить Да Но тем не менее Сруб стоит На нем уже крыша Это большая затрата Это труды Это труды Я вижу Веря И с другой стороны Как бы Мальчишки кирпичи таскали И раствор месили Сами Печку складывали И глину месили Все вместе Там большая часть Там печка В принципе Это уже были Все ребята Если фундамент Закладывался Это был Тринадцатый год То это на старших было Вот этот Только родился В тринадцатом году То есть Эти Как бы Не участвовали Два года Серафимке Было Четыре года В тот момент Что там Четыре года Ну наверное Может быть Кирпичи подносила Я сейчас не вспомню Но вот эти мальчишки Помогали полностью Но в любом случае Для нас история Непростая Но тем не менее Уже На конец Первого дня знакомства У нас уже с Димой Вот мы обсудили У нас уже было понимание Что мы здесь Остаемся Что мы делаем Через детей Мы увидели Вашу семью Это реально Ну это вот искренне Я очень не хочу Парни Чтобы это было Знаете Чтобы типа О какие вы классные Да Чтобы двое Были похвалюшки Но безусловно Конечно сказать Это нужно И сказать Это даже нужно Вот может быть Даже не вам А вот Там вот Вот в этой Вот видите Черная эта штучка Это объектив камеры Там экран И вот сейчас Там по сути Очень много людей И они смотрят Хочется через вашу семью Передать вот этот пример Когда мы увидели труды Мы увидели старания Мы увидели Что каждый здесь Вот как такой винтик В вот этой вот Ну машина Не то слово Но в этом каком-то механизме Да Организме какой-то Да Каждый что-то выполняет Делает И нет Знаете Вот какого-то Раздражения Напряга Как-то это все естественно Я считаю Что На таких семьях Держится наша страна И держится В том числе Вот это вот Знаете Как из провинции Пойдет Россия Деревня Село Здесь труднее жить Но конечно Своя прелесть В этом есть И вести свое хозяйство Нам очень приятно С вами познакомиться Действительно Очень хорошая У вас семья Прям вот все Скажите Какой для вас Смысл жизни Научиться с Богом жить А у вас Вот у тебя Какой смысл жизни Не знаю даже Что главное для тебя в жизни Семья конечно Ребят Не теряйтесь Не волнуйтесь Мы снова с вами в эфире И мы с вами Продолжаем Так так Опасный момент Рома упал Идет Дима на ровном месте Что-то спотыкается Падает Я не понимаю Что происходит Упал еще Гол Гол Ура Вася не растерялся Вася именно Правой ногой Пнул хорошенько Вообще Пока там Дима просыпался Вставал На ноги Счет уже у нас 2-1 Отлично Рука Хороший пас Отлично Отлично Удар Поворот 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 Тяжело дается матч Дыхалка Дыхалка минус Камер еще раз Вася Мы не победили Мы не победили Мы старались Победили ребята Хотя в какой-то момент Казалось Что мы сейчас Легко сделаем Вначале Я думал Все Спасибо за игру Азарт У нас был Даже еще дальше Поздравление Поздравление И отдельная Вообще Благодарность Поздравление Вроде и выиграть Хочется Но и Вообще Приятное чувство Что мы как бы Проиграли Расстроились Но плюсы тоже есть Нам Ну Хотелось бы Чтобы случилось Это сегодня В общем Где отвертка У кого отвертка Ну да Это да и все И вот здесь еще один Так У нас остался еще один саморез И коробка будет вскрыта Короче говоря В этой коробке Все не просто так Мы долго думали Хотелось бы вам что-то подарить От нас Ну понятно Что дом Это такое глобальное Еще пока неосязаемое Хотелось бы Приехать не с пустыми руками Нам в голову пришла мысль Сделать какой-то подарок Который будет вам всем В развитии С пользой Мы обратили внимание Что у вас там Штанга Такая самодельная Так Вот Круто Новый хороший гриф Диски А но это еще не все Серафима Там еще кое-что есть для тебя Ну это во-первых Ну тебе кисточки Они там разных размеров Ты же любишь рисовать Правильно? Смотри Потом Вот это вот Открывай Только не помню Какой стороной Вот так Наверное Вот так Открывай Это краски Значит Вот эта Каждая штучка Это все Разные цвета Потом Получается Смотри Здесь Набор Цветных карандашей Их там 36 цветов Прикольно Прикольно Смотри Ну и чтобы где было тебе все это рисовать Вот тебе Много разных альбомов Да и еще Чуть-чуть Презент какой-то краски Не поместилось Видимо Как бонус Развивайся Крото что ты рисуешь Рисуй дальше Вот постарались тебя Хорошие карандаши Краски Чтобы делать это С удовольствием А вам ребята Железо Чтобы становиться Сильнее Да Это нужно будет Вам скамью собрать Все И две гантели Получается Каждая по 10 килограмм Слушай Прямо у тебя Рука на глазах Прямо растет Сейчас перекачаешь У тебя будет левый Больше правый Смотри Все по-разному Хват Правильно Не Ну тоже Надо что-то поделать Слушайте Дайте Ну а тема попробует Сколько здесь? Тут мало А вот здесь побольше Да Делее Аккуратнее только Не перестарайся на камеру Мы верим что ты можешь Довольно насыщенный Получился выпуск На события На погоду Несколько дней Все это мы снимали Много движухи На самом деле Очень много Важных дел Мы сегодня сделали Ребята Он занимается тем Что осваивают Уже То что было Внутри коробки Они честно Выиграли у нас И Ну нам Не особо было Неприятно Проиграть Даже Как-то и приятно Я бы сказал Проиграть было Мы рады Что так в итоге Все закончилось Вообще не поддавались Но быстро Быстро Силы Нас покинули И на этом все Собственно говоря Что важно сказать Что сейчас Начинается Очень важный И глобальный момент Сюда заведено Очень много Стройматериалов Здесь уже Бригада Рабочих От компании Строй и живи И вместе С ними Мы начинаем Полностью Достраивать Этот дом Вот для Вот этих Вот ребят Для этой семьи Для парней Для Серафима Для их родителей Огромное спасибо Зрителям За то что вы Участвуете В историях Наш канал Наш канал Можно поддержать Став спонсором Ниже под роликом Будет ссылка В закрепленном Комментарии Тоже На бусте Можете перейти И ежемесячно Наш канал Поддерживает Небольшой суммой Вот Это позволяет Нам реализовывать Такие истории А эта история Действительно Ну достаточно Глобальная И для нас Спасибо всем Большое за просмотр Мы прощаемся С вами До нового выпуска А сейчас Предлагаю вам Всем парня Давайте И Серафима тоже Возьмем все Вот так вот руки Вот так вот туда Смотри Вот так вот Вот так вот Вот так вот Ко мне ближе Еще еще Тоже подходи Давай давай И закроем все вместе Камеру И для всех Знаете что самое интересное Вот мы сейчас Это действие сделаем А там Для зрителей Ну больше миллиона Уж точно человек Закончится выпуск Или в черно-белой Что-нибудь в конце Будет Все Всем пока У нас тут спецсистема Сейчас будем мутить Зонтик клямки Рюкзака Чтобы им были Слабо на руки Для съемки Чтобы камера Не заливала Да и так в принципе Можешь так ходить По городу Реально Смотрите Если вы за Димой Будете повторять То это прям нехорошо Это он придумал Чисто его схема Рюкзак Оборачивается в пленку Дальше на рюкзак Здесь скотчем Приматывается штука К зонту Руки свободные Свободные Удобно Человек зонт Просто Дальше на рюкзак Рюкзак Приматывается в пленку Приматывается в пленке